Привет друзья! Сегодня мы с вами поговорим на довольно интересную тему, а именно почему у морей и океанов бывают действительно огромные волны, а вот реки и озера такими волнами похвастаться не могут. Почему так происходит? Все зависит от того, какой глубины водоем и каких он размеров. Также подобное определение называют еще свел. Свел – это энергия ветра, переданная волнам. Далеко в океане бушует шторм сильными ветрами. Эти ветры начинают волнение на воде. Чем сильнее ветер, тем больше размер волны. Определенной скорости ветра соответствует совершенно определенный размер волны. Она работает как варус и позволяет ветру себя разогнать и сделать больше. Когда волны достигают максимально возможных размеров, они начинают путешествие к дальним берегам в ту сторону, куда дует ветер. Через некоторое время волны становятся похожими друг на друга. Большие из них поглощают маленькие, а быстрые съедают медленные. Получившаяся в результате группа волн примерно одного размера и одной мощности называется свелом. Свел может пройти сотни, а то и тысячи километров, прежде чем достигнуть береговой линии. Когда свел приближается к меньшим глубинам, нижние потоки воды сталкиваются с дном, замедляются и им некуда деваться, кроме как двигаться вверх. Выталкивая всю воду над ними. Когда вода уже не может выдержать собственный вес, она начинает рушиться. Собственно, вот откуда берутся волны, на которых можно серфить. Исходя из ранее сказанного, можно предположить, что на относительно небольших реках и озерах нет таких больших волн, потому что они просто маленькие. Ветру негде разгуляться. Но также стоит отметить, что на больших реках и озерах все же встречаются крупные волны при шторме. Их высота может достигать до 4 метров, что в никакое сравнение не идет с некоторыми волнами в океане, высота которых может достигать и 10 метров. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все, пока.